В правительстве говорят, ситуация со строительством микрорайона Златоулочка очень показательна. Первое разрешение на возведение ста домов администрация поселка Емельянова выдала весной прошлого года. Хотя в генеральном плане застройки его не было и нет до сих пор. А это значит, что никакой социальной, транспортной и даже инженерной инфраструктуры там не предусмотрено. Как и чем будут отапливать дома, откуда возьмутся вода и электричество, где будут учиться и лечиться люди, пока большой вопрос. Будет подготовлена инвестиционная программа, направленная в правительство края, где будет предлагаться строительство одной котельной рядом именно с микрорайоном Златоулочка. Изменения в генеральный план не внесены. Технических условий практически, как я понял, я могу ошибаться, ни по одному из видов ресурсов нет. А вопросы иной инженерной инфраструктуры я уже даже и не задаю, я имею ввиду помимо ресурсоснабжения. Вопросы социальной инфраструктуры в связи с тем, что изменения в генеральный план не внесены, так сказать, тоже вопросы задавать бессмысленно. Я правильно понимаю? Корректировка генплана вот сейчас происходит. Спасибо. По словам специалистов, изначальный проект предполагал, что в загородном поселке будут жить 20 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем сейчас живут в самом Емельяново. По сути, это равносильно тому, что рядом с Красноярском начали бы строить микрорайон, рассчитанный на полтора миллиона человек, не обеспечив его инфраструктурой. Проект изучили контролирующие органы от службы по контролю в градостроительной области до стройнадзора. И разрешение на строительство забрали. Предприниматели вывод сделали, проект ужали и получили новые документы. То есть мы сейчас рассматриваем проект, это проект в рамках выданных разрешений на строительство. То, что касается технических условий, то есть именно под эти объемы, которые 28 домов, на которые выдано разрешение на строительство, рассматриваются также технические условия, ведутся переговоры с компаниями. Однако, по словам специалистов, никаких конкретных договоров на поставку воды, тепла и электричества пока нет. Проведение трубопроводов, строительства котельной и другой инфраструктуры требует вложений. Тем временем, в Златоулочке продано уже 318 квартир. Это же действительно без инфраструктуры, без всех вот этих технических условий квадратный метр. Ну тогда уж объясните в договорах. Я еще договор не видел, если его почитают, то наверняка там что-то есть такое, что и претензии потом собственник не предъявит, они уйдут, руки умоют и все остальное. То есть и договор бы надо изучить, посмотреть кому-то из наших, сказать, что ребята, вы договор заключили совсем односторонний. Заставить перезаключить договора в таком случае, чтобы мы имели защищенную сторону. Ну и естественно, последний вопрос. Но если нет архитектора и нет ничего, то я считаю, что надо изучить правовой вопрос и лишить Емельяновский район, выдавать вообще под городом Красноярском разрешительные документы на строительство на какой-то период. Пока правительственная комиссия по градостроительству решила еще раз проверить всю проектную документацию и оценить, каковы шансы на то, что Златоулочку все же достроят. Но перед этим предприниматели должны будут доказать, что они готовы и смогут привести ее в соответствие со всеми нормами и законами. И потом уже комиссии принимать решение. Если всем будет понятно, что стоимость квадратного метра в результате реализации программ по обеспечению инфраструктурой вырастает в четыре раза, то проект не реализует. Если будет понятно, что он в бизнес-плане укладывается в те параметры, которые заявлены, соответственно, тогда будет принято комиссии совсем другое решение. Заместитель председателя краевого правительства подчеркивает, власти готовы помочь застройщикам, но только в том случае, если они докажут серьезность своих намерений и смогут обеспечить поселок всем необходимым для нормальной жизни. Либо мы идем по пути поддержки с учетом жестких, имеющих правовые последствия, обязательств застройщика выполнить все условия градостроительных регламентов, как это положено. Либо мы пойдем по второму пути и назовем вещи своими именами, будем уже разбираться в правоохранительной плоскости со всей этой историей. Изучать документы правительственная комиссия планирует в течение 10 дней. Алина Штокова, Максим Галат и Павел Пателицын. Новости.